на канале роли game онлайн и сегодня мы восстановим даже нет не восстановим а просто сделаем видео наверное для рубрики которая была заброшена так и в принципе в основном все рубрики плейлисты на нашем канале в моем на нашем важно это рубрика геймплей и сегодня мы будем с вами смотреть играть в игру под названием помощь придет завтра сибирь семнадцатый год в общем выживал очка такая типа как вот за 60 секунд 4 человека совершенно разные по социальному статусу по мировым взглядом и так далее должны выжить в сибири в гонимая скажем так гонимая преследователями с большими пушками с которым связываться не игрушки общем давайте посмотрим новая игра значит уровень пассажир вы уверены что хотите начать него конечно ну конечно я уверен я для вас вот ребят я просто немножко поиграл не мог не поиграть давайте смотрим пока заставочка я молчу и и и и и и и и и так вот в общем вы видели эти трогательные истории что они все мчались на поезды каждый был увлечен своими мыслями и так далее но потом напали бандиты с большими пушками бу-бах-бах все короче поезд разбился и у нас получилось вот четыре дурачка которые здесь сидят ребятки игра вышла 21 апреля этого года поэтому она относительно свежая скажем так так мы едва остались живыми нажмите это предложение чем продолжать окей вы слышите выстрелы они убивают других выживших это повтор со знаменской площади царские сторонники открывает огонь по пролетариям вы говорите ерунду это обычные грабители или дезертиры не говорите это громко потому что нас услышал мы пришли долгий путь я думаю что мы можем отдохнуть здесь а снег засыпает наши следы и так вы хотите использовать руководство описывающий механизм не я не буду же я уже немножко поиграл бы я уже все знаю значит ужасно сухо во рту значит у нас есть три персонажа точнее четыре у каждого есть энное скажем так энное количество действий до потребности каждого свой характер мы тут можем в лагере крафтить разные станки и укрытие убежища и так далее мы можем с помощью персонажей ходить на разведку добывать полезное ископаемое для нас полезно там еду там и так далее значит персонажи могут с собой взаимодействовать каждый день заканчивается тем что они возле костра сидят и между собой разговаривают о планах далее что делать есть у нас видимость лагеря то есть мы не можем разжигать очень сильный костер особенно там под вечер потому что нас заметят эти бандиты с большими пушками придут нас завалят к примеру Григорий Дмитриевич у нас хочет очень пить жажда его вот видите особенности пока мы его не знаем доверие дружба уважение так история по запах его нижнему виду этого господина вы думаете что нехватка самогона может волновать его больше чем катастрофа и мороз бухарь короче значит нейтральный бухать все за него мы все знаем дальше персонаж Мария Петренко революционерка история эта молодая девушка была сборничной в поезде в котором вы ехали отлично все понятно короче значит ты кто тоже революционер то есть у нас уже два революционера и один нейтральный алкоголик значит у него есть доверчивый когда этот персонаж хочет видеть во всех союзников его начальное доверие к другим больше чем обычно ну то есть он видите всем доверяет особенно революционерке история этот человек выглядит умным стоит послушать что он посоветовал сделать в этой сложной ситуации очень сложной ситуации и последняя мадам это у нас Анна Михайлова-Чилков аристократка то есть она уже далеко не товарища для наших революционеров значит что у нее обидчивый этот персонаж принимает близко к сердцу ее боевой дух постоянно падает обидчивая нас Анна Михайлова значит история эта девушка выглядит как особо благородного происхождения не привыкшая к трудностям реальной жизни бывает бывает ребятка сейчас я нажимаю скепт не знаю что это дело так костер значит давайте нам нужно сейчас сварганить костер сначала нужно очистить снег мы возьмем пьяницу я думаю вот и пускай пьяница пускай пьяница убирает снег потому что это пьяница как бы я думаю мы его сейчас с помощью труда так сказать у вас поставили на пути вот пока он убирал снег он понаходил там вот всякие там веточки палочки так солидный костер есть временное решение которое хуже и есть там солидно ну солидно понятно слово солидность чтобы такую-то начать нам из на дерево для придр следующим сюда восемь палок конструкция камушки-камушки хотя не-не-не-не носами камушки они там что подходит да инструмент Немало у меня инструментов. Немало. Да, что я постоянно эскейп жму? Конструкция. Что сюда вообще? Что? Что? Ну, да, мне все правильно. Я взял, да. А, для солидного нужно еще одного человека. Ну, в принципе, он нейтральный. Поэтому мы можем дать ему революционера. Ты мне не нравишься. Ты мне не нравишься. Хорошо. А если вот так? Мне бы лучше было восстановить другим. Слушай, революционер с революционером не хочет? Давайте, короче, лупите костер. В общем, они пока работают. Получают опять статусы. Вот они потеряли по одному очку. Но те, кто работают, для других, они, скажем, растут в глазах. Четвертого персонажа есть шанс восстановить очки действия во время приготовления пищи. Повар. Отлично. Будем знать, что она повар. То есть она будет готовить. Нерягко. Это персонаж не работает точно. Качество его строительства ниже, а уважение о стране постоянно снижается. Это во время совершения действия временное решение его боевой дух растет. А после большого действия у него появляется шанс восстановить. Понятно. Короче, он не рях, а на повар. Что она будет у нас готовить жрать, если что. Так, все, ты свободен? Пишет сюда. Так, значит, костер. Нам нужно поставить фильтр, который будет делать нам вот. Для этого нам нужно дерево. И для этого нам нужна тряпка. Еще один человек. Давай от тебя пьянь. Ты мне не нравишься. Да, мне все равно, что ты другу не нравитесь. Значит, давайте улучшаем. То есть мы сейчас на костре сделаем фильтр, с которым мы сможем закидывать воду. Ну, как бы, снег и делать из него воду. Логично. Да, повар. Тоже, смотрите, тоже повар. Пьянь. Молодец. Так. Отлично. Значит, мы готовы. Здесь у нас можно горшочек. Для этого нам нужна глина. А глину у нас не было. Не этого у нас глины. Значит, на глину. И надо пораскидывать эти завалы. Давайте уже пьян добьем сегодня. Хорошо поработает. Видите, пока глины нет. Кора. Жуки. Все. Здесь мы сможем построить верстак. Это есть шикарненько. Здесь карантин. Значит, давай грабище. Выбирай с них. На что делать? Корень. Камень. Ветки. О, одна глина есть. Шикарно. Еще одно нужно. Укрытие. Ты делаешь неряшливо, но, в принципе, я думаю, снег пообирать можно. Камень. Корень. Кора. Ветки. Тут можно бы построить подстилку. Ну, только где там будет спать. Но это пока нам тоже не нужно. Укрытие. Так. Давай. Брать снег. А вот ты, не готовая к жизни аристократка, ты пойдешь в разведку. Лучше бы, блядь, тебе вернуться с ней. Все. Отлично. У нас есть еще одна глина. То есть мы сможем поставить котелок. Созаготочен. Ну, персонаж любит повторяющиеся действия. Увеличивает свой боевой дух, когда он выполняет одни и те же подряд. Хорошо. Будешь одно и то же подряд делать. Так. Часто-клопок строить не будем. У нас ничего. Так. Давайте немножко, значит, подкинем. Топливо 2. Вот это такое дофига, дофига. Видите, дофига топлива дает. Давайте немножко хвои подкинем. 10%. Вот, в принципе, пускай немножко греется. Так. Значит, водичку. На водичку. Компонент уже построен. Гремель-фильтр позволяет получать питьевую воду из снега. Возьмите в действии фильтровать воду. Так. Так. Я хочу, чтобы ты воду отфильтровала. Братуха. Какая-то для воды. Хотя нет. Ты воду будешь фильтровать потом. Ну и пока его так напоим. Если есть чем. Да. Вот у нас есть вода. В этом месте много снега. Угу. Угу. Так. Теперь пошлите на разведочку. А, слишком опасно, чтобы исследовать, да? Что делать? Давайте подумаем минуту. Легкие сни. Блин, в обещанном тебя нужно чем-то занять. Мне не нравится то, что ты аристократ. Ничего она не делала. Костер. Я хочу... Я просто, блин, не помню. Вот видите, надо было так вкушить, не выпендриваться. Надо было вкушить оба щепня. Ладно, хорошо. Возьмем бабу. Угу. Один вот уже. Значит... А, вот действие. Фильтровать воду. Позволять вертовать газную воду от снега. Фильтровать. Давай, фильтруй базар и воду. О, видите? Плюс три водички. Еще фильтрую. У тебя еще есть куча. Угу. Есть. Затощенный. Это значит, что любит повторять. Отлично. Отлично. Ремонт, кстати. Мы можем костер немножко подчинить. Для этого нам нужно... Вот, к примеру, так. И дерево. Ну, дерево у нас полно. Вот, к примеру, вот так. Те, нет. Давайте лучше возьмем палки. Вот эти. Ремонтировать. Ну, качество костра немножко повысим. Все. Готово. Четко. 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 Все. Завершаем день. Как раз посмотрим, что происходит у нас вечером. И, наверное, на этом видео будем заканчивать. Потому что видео в серии летсплеев, они очень короткие. Ну, я старался так делать, по крайней мере. Значит, давайте будет выступать Алексей. Дорогие товарищи. О, сразу видно, что революционер. Дорогие товарищи по несчастью. Я не хочу беспокоить вас, что наша ситуация серьезная. Да ладно, Алексей, а мы не знаем. Учитывая погоду и наш нынешний рацион, мы не можем долго выжить без светлого мяса и аспирина. Мы подтверждены риску цинги. Любая простуда ослабит наши организмы. Аспирин, это чертова немецкая химия, вы выглядите как ученый. Так что вы знаете, что первобытные люди обходились без аспирина. Видите. И они умирали в среднем, не доживая до 30 лет. Против насморка. Иногда и против цинги. Вам обязательно быть таким пессимистом. Вы действительно думаете, что мы все умрем? Сели я не знаю. Я замещаю в себя начальную стадию цинги. О, зуб шатается. Он шатается, потому что во время аварии вы грохнулись челюстью пол. Я не исключаю, что шок вызвал у меня во время столкновения микротравмы, которая скоро проявится. В общем, видите, всем очень понравилось выступление Алексея. Мне еще не понравилось. Значит, как вы понимаете, нам надо еще что-нибудь. Выступление Анны. Будем ждать патруля. Выступление Георгия. Катастрофа и бойня. Катастрофа и бойня. Мы спаслись в катастрофе и избежали в бойне. Хорошо. Ну, дальше. Алексей, мы попоняли тебя. Это немыслимо. Вы знаете, выжил ли кто-нибудь еще? Поезд спустили под откос с помощью динамита. Вскоре после этого нападавшего взорвали один из задних вагонов, в котором ехали солдаты. Они должны были знать, куда ударить. Затем они стреляли в оставшихся в живых без пощады. Те, кто выжил, могли спрятаться в лесу или где-нибудь в обломках. Мы должны оставаться вместе, пока не прибудет помощь. Мы находимся посреди сибирской тайги. Без подходящей одежды и еды. В окружении главарезов охотишься за нами. Как блага еще мы сможем выжить в таких условиях? Поинтересовался Алексей. Вот Алексей молодец, он нравится. И вот пьяный, точнее бухарь такой тоже. Грустный, конечно. Но соню красный. Но так, в принципе, нормально. В таком случае будем надеяться, что помощь придет завтра. Боевой дух лагеря поднялся. Подойдем в итоге дня. В общем, видите, там они все дружба. Друг друга они, в общем, коррифанецы со всеми. Все молодцы. Все молодцы. Пропускаем, в общем, в итоге дня. Я думаю, все довольны остались этим разговором. Наступил ведь второй. Голодный. Персонаж голодает. Но мы уже не будем. Видите, легкий снег. Кстати, вот мы можем отправиться в экспедицию. Когда мы выходим в разные неизвестные зоны, мы там находим какие-то продуктики, скажем так. Ну, а на этом все. Если вы хотите дальше, чтобы я играл в эту игру, хотя бы я этого не хочу. Их так и не очень. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Оставляйте свои комментарии. С вами был Роси. Это был канал Роли Гейм Онлайн. Всем пока и до скорых встреч.